Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! Ну что ж, совсем скоро наступит весна. Да, а в Юникло она уже наступила. Вы знаете, сегодня я покажу вам новинки, новые коллекции, радостные цвета, интересные вещи, новые дизайнерские находки Юникло. Ну и немножечко распродажи. Ух ты, какая сумка пошла интересная. Тоже уже, кстати, такая с заявкой на весну. Вот интересные из шерсти мериноса водолазки такие и разных цветов они. Не очень я поняла, сколько они стоят сейчас. Вообще они стоят 1999, но по скидке некоторые цвета можно купить за полторы тысячи. Хлопковые джемпера пастельных, нежных, красивых цветов. Вот интересный V-образный вырез. Очень красиво с таким вырезом смотрятся практически все украшения. Цену вы видите, да. Необыкновенный, просто потрясающий сиреневый цвет такой, нежно-фиалковый, разбеленный фиалковый. Обожаю вот этот сиреневый. Видите, желтенькие, именно разбеленные такие, пудровые весенние оттенки. Они призваны поднимать нам настроение, вселять оптимизм и надеяться, надеяться на скорейшее наступление тепла. Вот тоже джемпер с другим вырезом. И написано, что они какие-то бесшовные. Ну, как-то так связано. Ну, меня лично швы никогда особо не напрягают, но выглядят они тоже интересно. И вот, посмотрите, какая цветовая гамма. Блин, желтенький, красиво серо-голубенький, сиреневый, молочный. Ну, прям все хочется. Не знаешь, какой выбрать. И куртки, пуховички тоже шикарных, роскошных цветов. Прямо хочется, хочется чего-то свеженького. Вот не знаешь даже, какой выбрать, да. И зелененький хочется, и сиреневый, и розовенький прекрасный. Куртка из ткани джерси. 3000 без одного рубля. Тоже мне очень понравилось. Они укороченные, и хорошо будут смотреться с юбкой. Что здесь мне понравилось? Плотность ткани. И вот верхняя часть имеет такое поле для выгула, например, брошек. Даже композиции брошки можно сделать, композицию из брошек. Красиво декорировать шарфом, платком. То есть, шикарное поле для создания какого-то индивидуального стиля. То есть, как бы все просто-просто. И пройма, кстати, большая. То есть, вниз можно надеть свитер. Тоже достаточно большой проймой. И цвета вот вы видите. Да, был молочный, жженая карамель, разбеленный такой фисташково-мятный. И куда же без черного? Без черного никуда, поэтому черные тоже есть. Юникло уже вывесили шелковые платочки. Ну, конечно, они полиэстровые. Но посмотрите, как красиво предлагают они носить. На шею, на сумку. Мне очень нравится. А вот мы возвращаемся к водолазкам шерстяным из мериносовой шерсти. Которые стоили 2000 без одного рубля. А сейчас распродажи. Они стоят 1500. Красивые цвета остались. Тоже не знаешь, какую купить. Мне и красный нужен. Розовый мне просто нравится. Жженая карамель. Шикарный цвет. Последних лет. Очень актуальный. Серый всегда нужен. Серо-бежевый. Серый вот такой вот холодный. Песочный. Честно говоря, я вот не поняла. То ли просто новая коллекция по цене 2000. А это зимняя коллекция по цене. Но они абсолютно одинаковые. И просто зависит от... Вот видите, написано 100% экстра тонкая мериносовая шерсть. У меня такого не было. Напишите, кто покупал такую водолазку. Как они в носке. Лично я хочу купить себе парочку. Ну, а это новые модели. Честно говоря, они вот так вот в массе смотрятся хорошо и красиво. Но при ближайшем рассмотрении у них какой-то очень синтетический вид. Я бы сказала, старомодный какой-то. Не знаю. Ну, конечно, их как-то тоже можно обыграть. Но мне кажется, это только совсем юным девушкам можно замахнуться на такой старомодный фасон. Потому что их он все равно не состарит. Цветовая гамма, вы видели, очень красивая. Это, знаете, такие укороченные худи из синтетического материала. Такого, знаете, серии, как у водолазов и космонавтов. Забыла, как называется эта ткань. Не апрел, кажется. Вот, полторы тысячи стоят. У них есть капюшоны. Они укороченные. Крой оверсайз. И, ну, такие они довольно популярные. Я, честно говоря, больше всего мне понравился цвет зелененький. Такой разбеленная фисташка, я бы назвала. Написано, что они ультралегкие, быстро сохнущие. Ну, то есть, типа, постирала через 15 минут, они уже практически сухие. Ну, симпатичные. Конечно, их можно интегрировать в гардероб, как мне кажется, женщины любого возраста. Особенно, если женщина уверена в себе. Вот, видите, на картинке, как они выглядят. С юбками тоже хорошо. Женщина уверена в себе. Является таким творческим, свободным художником. Так что, можно. Шикарные новые цвета. Прекрасных, качественных футболок. С хорошей такой горловиной. Мне в этих футболках не нравится только одно. Достаточно короткий рукав. Вот вы видите на фотографии. Я люблю все-таки, когда рукав на футболке доходит, ну, почти до локтя. Еще лучше три четверти. Ну, это такие вот укороченные рукава. Не самый лучший вариант. Хотя цветовая гамма шикарная. Вот мы видим эти ультралегкие худи. Ну, и что же, что же там на горизонте? Ух ты, наконец-то появился молочный жилет. Вот, вы знаете, я в прошлом году пыталась купить молочный жилет. И мне нигде не попадались. Они были просто белые, белоснежные такие. И вот, наконец, весенняя коллекция Uniqlo. Молочный жилетик. Конечно же, конечно же, я должна буду его купить. Потому что я собираю молочную капсулу. У меня уже достаточно много молочных вещей. Но осталось еще тоже много. И пуховик, и сумка, ботинки. Я уже сообщала в прошлом видео, что я купила. Вот, скоро вам покажу. И это худи мужское. Или мужской. С капюшоном. И маркетологи Uniqlo написали. Позаимствуйте у мужчин эти худи. Вот такие бюстье-лифчики. Или как их назвать, я не знаю. Вроде бы, как они такого спортивного вида. На самом деле, конечно, вот со всей этой одеждой, которая сейчас актуальна, очень удобно использовать именно такие бюстье. Если честно, я не покупала. И у меня вопрос, кто покупал? Скажите, пожалуйста, какие они в носке удобные? Или стоит ли вообще с ними связываться? Как-то примерять сейчас не очень хочется. Но гипотетически я хочу купить. Возможно, даже более длинную майку. Вот с такими чашечками. Это уже ветровки, длинные парки такие. И вот тоже вот я смотрю молочный вариант. Вот если вниз, например, надеть пуховичок тонкий, сверху это, то это будет вполне себе такое весеннее пальтишко. Длинная, с защитой от дождя. Капюшон, ветронепроницаемый. И мы снова смотрим футболки. Вот видите, сколько оттенков даже белого. Утепленные тоже из-под этого неопрела. Поправьте меня, если неправильно называют материал. Штаны. Треники. Платье, худи. Интересные цвета тоже. Сливочный и грязно-голубой. Хорошо будет сочетаться с джинсами. Утепленные брюки. Вы знаете, я хотела купить и себе, и маме. У меня в квартире достаточно прохладно. Но мне не понравилось то, что у них широкие штанины. То есть хотелось бы, чтобы они были присобраны на какой-то манжет или резинку. То есть как-то подхвачены были внизу. Это термобелье, которое можно использовать в качестве пижамы. Ну или носить под одежду. Качество хорошее. И вновь прекрасная цветовая гамма. И мои любимые, мои любимые. Вот я обожаю эту тему. У Юникло. Видите, стоит тысячи без одного рубля. Вафельные. Ткань, вот этот хлопок такой вафельного плетения, если можно так сказать. Всевозможные джемпера. У меня есть такие без рукавов, с рукавами. Три четверти. Ну, в общем, разные. Они очень комфортные в носке. Если вы еще себе такие не приобретали, то я рекомендую. И вот опять новая коллекция. Нравятся лично мне все цвета. Хочется и голубой, и мятный. Ну, у меня есть, кстати, мятный. А голубого нет. Шикарно смотрится с жилеткой вот этой, с жилетиком. Видите, монохромный образ. Total look такой, мятно-зеленый. И в очередной раз мы убеждаемся, что монохромные образы актуальны. Их собирать достаточно сложно. Но если ты покупаешь, например, это в таком магазине, как Юникло, то здесь можешь выбрать все. И вот новый вариант с капюшоном. Мне было раньше вот этой темы вафельные ткани. Вот видите, у этих круглый вырез. И они стоят тысячу. А эти полторы тысячи с капюшончиками. У меня, кстати, есть молочный такой тоже. Джемпер, но без капюшона. Капюшона мне очень понравились. Стильно смотрятся. Я представила, как сверху надеть молочный жилет, молочные брюки, молочные ботинки. Просто шикарно. И даже можно обойтись паркой из того же Юникло. Хотя на распродаже я видела интересную парку теплую. Тоже я ее забыла снять, но мне попалась она. В общем, всем рекомендую. Если у вас нет еще вот таких вот вафельных джемперов, пробуйте, пробуйте. Они вам понравятся. Практически гарантирую. Молочное пальто по какой-то нереальной цене. Три тысячи. Что я хочу сказать? Ну, качество понятно. Полиэстер, все. Но с другой стороны, если вот вам приспичило собрать, видите, какая цена, капсулу, и не хватает вот такого вот молочного пальтишка, то на сезон-другой вполне себе можно. Потом, мне кажется, что из-за того, что это полиэстер и там нет подкладки, это можно просто в стиральной машине постирать, погладить, и ничего с ним не будет. То есть светлое-белое, считай, да, но за ним легко ухаживать. А вот эти кардиганы, пиджаки, я помню еще коллаборация была с французским дизайнером, и стоило это вообще десять тысяч, а сейчас три тысячи. Вот я пытаюсь этикетку отодвинуть. Видите, девять, девятьсот, там что-то такое. Да, без одного рубля десять тысяч, а сейчас вот столько, три тысячи. Ну, конечно, уже не все размеры остались, не все цвета. Вот такой вот, кстати, молочный мне нравился. Я бы купила даже сейчас, но молочного не было. Чебурашки, рыженькие, таракотовые такие, кирпичные, вообще две тысячи стоят без одного рубля. Вы только посмотрите, какие они симпатичные. Мне кажется, что любой юной девушке, ну, прям замечательно, замечательно. Особенно если вниз, например, надеть пуховичок в тон какой-нибудь, да, который тоже, кстати, имеется в Uniqlo. Будет просто шикарный образ. Каждый год Uniqlo продает вот эти облегченные пуховики. Меняется цветовая гамма, и в этот раз она очень меня порадовала. Вот я не знаю, почему я раньше жженую карамель как-то не особо, но в этот раз она меня прям как-то вдохновила. Знаете, особенно красиво это смотрится, когда рядом вот такой вот холодный серовато-зеленоватый пуховичок висит, да, и серый. Этот цвет жженой карамели начинает играть совершенно другими акцентами, да, он один подчеркивает другой. Серый смотрится красиво на фоне карамели, карамель на фоне серого, зеленоватого. Синяя классика, ну, вот такой вот у меня есть, да. И вот, 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 вот молочный жилет. Хочу сказать, что у них одинаковая цена. Вот что за жилет ты отдаешь 4 3999, что за куртку? Вот это мне непонятно. Я считаю, что жилет стоит должен 3 тысячи, а куртка 4. Ну, тем не менее, как-то вот так. Ну, может быть, потому что считается, что это будет пользоваться спросом. Ну, что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился мой обзор Uniqlo. Вы посмотрели новинки, тенденции весеннего сезона. И кое-что можно выбрать еще на распродаже. Во всяком случае, все еще есть. Ну, а на сегодня это все. С нетерпением буду ждать ваших комментариев, лайков, безлайков. И мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok